А там вот еще стоит вам тоже от администрации? Начальник территориального управления, наверное, нет? Есть представители территориального управления. Пусть подходят, не стесняются. Для живой территории немножко к солнышку уйти, чтобы всем все было видно. Ну, прям здесь. Ну, а там, можно немножко воплотить? Либо куда, либо куда. Да, там все-таки и крапит идет. Ну, давайте. Давайте сюда вот. Как говорится, на пятно застройки. Рашуль, или тут посидишь? Пойдемте топтать наш газовый. Пойдемте, мама. Давайте, я уже с вами сможем собраться, как-то сдать, ладно? Ну, и предлагаю, чтобы солнце вам на лоза институте. Ну, и, господи. Не, господи. Я председатель дома номер 5. Хорошо. Ну, наверное, я буду вести с вами диалог. Протокол уже есть по избранию председателя? Конечно, есть. Жили-жили. Максимально вылеживается уже 40 с лишним рабочих дней. Может, мне пришлете? Чтобы мы понимали, что это на самом деле собрание пришло. Вы можете зайти в любой из подъездов. Там висит протоколы в нашем собрании. Вот в первой заходите. Висит у консерра на стене. Хорошо. Об избрании новой управляющей компании, председателя, совета дома. Все вопросы, которые нас интересуют. Хорошо. Дальше. Меня зовут Евдокимов Алексей Андреевич. Да. Ну, скажем так, мы вчера встречались с жителями, ну и решили, что, наверное, от лица жителей, если жители сегодня не против, буду вести с вами диалог я. Значит, на повестке у нас такой вопрос. Люди, неизвестные нам, незаконным образом, начали застройку на нашей преддомовой территории. Вот мы сейчас будем здесь находиться. Почему незаконная? Ну, дайте я это говорю, потом будете задавать вопросы. Первое. Незаконная, потому что это преддомовая территория. Согласно данным Росреестра с публичной кадастровой карты, данная земельная территория принадлежит собственникам многоквартирных домов, нежилых помещений. Из домов номер 1, 3, 5, 7, 7А, 7Б, детский садик какой-то частный и школы. Это один участок. Для застройки, да. Да, для застройки по генплану, который там в 10-м году или в каких-то тех годах был утвержден. Генплан выполнен в 16-18-х годах. Все. Земля придомовая. Это раз. Далее. Никакие общественные слушания по поводу какого-то строительства не проводились. Далее. Строительство невозможно на коммуникации. Здесь у нас проходит кабельная линия 10 кВ, приходящая, отводящая 0,4. Теплосеть от нашей ЦТП, которая питает дом 7, 7А, 7Б, детский садик. Далее. Строительство вблизи крон деревьев и стволов деревьев должно быть на расстоянии не менее 3 метров. Строительство, возможно, на расстоянии от жилого дома не менее 20 метров. Строительство даже вот этого нестационарного чего-то там, торгового объекта, должно быть на расстоянии не менее 25 метров от мусорки. А мы стоим здесь даже не 25 метров. Строительство невозможно нестационарных объектов на газонах. Строительство нестационарных объектов невозможно вблизи охранной зоны БКТП и вблизи, скажем так, спортивных площадок и детских площадок. Доклад окончен. Считаем строительство незаконом, против парируйте. Значит, объект, да, нестационарный торговый объект. Можно погромче, пожалуйста? Нестационарный торговый объект, который здесь предусматривается. А погромче можно? Нет, погромче я не могу. Ну тогда как-то сюда встаньте в центр. Мы вообще ничего не можем. Возведен абсолютно, будет возводиться закон. Вам передадут кладу. Были торги. Не надо. Почему не нужно что-то слышать? Ордер, организация, которая предусматривается на торге, получила. Соответственно, но достаточно было много обращений ваших в администрацию города. Администрацию города жители слышат. Было принято решение. Вам что говорит, что нет? Никто еще не слышит. Тихо. Но на данном участке нестационарного торгового объекта не будет. А, извиняюсь. Это решение как-то будет оформлено новым постановлением? А в отмене того незаконного постановления? Решение будет оформлено. А в отмене распределительного документа будет оформлено. Какие сроки? Я думаю, в течение месяца. В течение месяца. А почему вы считаете, ну это хорошо, услышали, но услышали для начала. А почему вы считаете, что все было законно оформлено? Я вам продиктовал пункты, по которым это строительство, хоть и вот этой штукенции, незаконно. Вы по одному пункту можете парировать, который я перечислил? А вы, межевание какого-то участка, вот это вот, что-то непонятно. Нестационарный торговый объект, это не капитальный объект, межевание. Подождите, стоп. Вы, тогда ваше постановление, можно сказать, вблизи дома номер 7, а это вот там, у дороги. Координаты, границы земельного участка. Нету. Есть постановление, которое есть, связана схемой. Координаты земельного участка есть, и я могу вам все... Вы, межевание. Нет, не межевание. А это наша земля? Граница М-Друж. Это наша земля? Вы можете парировать? Придомовая территория? Нет. Это наша семья. Но наше слово нет. Наша, жильцов, собственников, квартир. Общая собственность всех собственников вот этих вот домов, расположенных на этом участке. Если вы не знаете законов, мы извиняемся, пожалуйста. Принято уже решение. Хорошо, принято. Этим недовольны. Ничего не будет. Да, у вас строительство не будет. Нет, нет, хотелось бы понять, почему это было принято. Хорошо. Скажите, пожалуйста. Нет, 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 почему минуту. Вы начали сегодня, сегодня четверг, реакция началась и понедельник. Подождите, представились. Я вам говорю, что ничего стройки не будет. Глава сейчас подтвердил, что стройки здесь не будет. Прости, пожалуйста. Я знаю, что из территориального управления, Новогорск-Планерное, Новые Химки, то есть это наша территория. И отреагировали сразу после того, как у вас пошли, ну то есть как вы, да, с понедельника. Когда мы узнали эту проблему, мы также в нее включились. То есть никто ручки не сложил. Олеся Николаевна сразу же вызвала человека, которая, ну, огородила здесь все. Поэтому нет, ну не будет у вас ничего, то есть вы не переживаете. А он во вторник опять приехал и начал отдать. Товарищ Каритош сказал, мы дали команду. Мы же сейчас, Саша, сейчас 4. Это рабочие, это обычные рабочие. Их пилот собственность приезжал, вот эта фамилия. Теперь песком мы наполним все песочные. Что происходит? Каждый день здесь команды. Хотя после ваших слов было, что приостановили. Можно вопрос, пожалуйста? Потому что вчера уже сказал, что он постановил. Да, есть гарантия, что дальше здесь не будет? Не будет? Это нужно будет выстроить. Это сейчас будем разговаривать по поводу благоустройства территории. Давайте я такую шатку сделаю. Ну, то есть это... Я за благоустройство, к сожалению, не отвечаю. Ну, здесь как бы территориальное управление. Да, да, да. Мы сейчас... Да, да. Вот сейчас у нас идет выездная администрация. Кстати, кто-нибудь может лететь. Все не ходили уже. Я знаю, я видела ваших девушек. Вот как раз вы, наверное, кто-то может один прийти по поводу благоустройства. Там как раз Николай Николаевич Батышев, который отвечает за благоустройство. И я думаю, что один представитель может прийти и поговорить. Я-то передам. Я-то всегда передам. Спасибо. Почему-то не сказали, не согласились построить какое-нибудь детское помещение, чтобы детям было гороскопать или праздники исправить. Ну, фермерские шарушки. Ну, это уже другая фантазия пока. Ну, давайте решим тут. Либо деревья, либо скверик придумаем. Коллеги нас услышали. Деревья были. Деревья, деревья. Деревья, деревья. Лучше деревья. Давайте так определимся. Вот сегодня 23 мая. То есть вы гарантируете, что приблизительно до 25 июня, в крайний срок, выйдет постановление, отменяющее этот незаконный тендер по строительству здесь нестационарного объекта. Будет принят документ. Можете записать мои контактные данные, чтобы направить... Давайте запишите мой ваильник. Вы мои запишите и вы можете. А если придут товарищи, опять начнут... Что же это? Давайте запишите. 926. А занесли хорошо, видать. Ну, тендер, очевидно, все-таки были как-то. Ну, а как это? За что ты ездишь? Ебду, Кимов. Как можно? Я же с вас. Там есть определенная, наверное, строительство. Алексей? Выход на тендер. Абсолютно. Андрей Юрьевич. Андрей Юрьевич. Вы у нас с какого дома? Пятый номер. Пятый номер. По строительству капиталя. По строительству капиталя. Скажите, а вы выезжаете на место, когда вот вы принимаете такие решения построить здесь? Конечно, выезжаем. Ну да, вывезет, конечно. Да, вывезут до завтра, до выходных вывезут. Песок можете оставить, мы по детским площадкам разнесем. Я думаю, что песок оставили. Скажем спасибо тоже. Песок оставили. Все, я вам прозвоню. Как вас? Памилия Борзова. Пишите мне его тоже. Да, да, хорошо. Пишите, а вот не стационарно, они же здесь, по идее, плиту хотели делать, но по-моему, есть песок, значит подложка. Есть арматура, значит, как ее вязать. Ну, логически. Ну, Игорьевна. Ну, можно было бы подушку сделать, выровнять, вот гроб. Нет, хорошо, но потом здесь, по идее, должность, чтобы увязать ее. Правильно? Замначальник. Прилет или заливать? Допсихролит. Нет, просто не стационарно, это катастрофа. В городе все заливают подушки. Вон, на основном. Так, все, объясняю. Нет, просто в моем понимании, не стационарно, это, кто говоря, подушки. Товарищи, давайте, подушки не может быть не стационарно. Не надо. Считайте, что... Подушка не стационарно. Нет, считайте, что... Но весь город стоит на подушке. Но это, читайте, град водусь. Не будем спорить. эти вредители выкопали несколько деревьев которые я вот с соседями честно не знаю какие у него остались яблони сейчас я пойду вашу знаю я вам мы сами посаде вы нам принесите вопрос про совхозную можете вопрос во вторник андрей валерь с ним встречается совхозная вторник там такая же на теплой трассе понятно я не могу самый верхний это доход администрация это не кому-то в кармане а вот еще вопрос юбилейный проспект только вот этих не объектов которые используются где-то на 50 процентов которые некоторые вообще не используются но они построены они зачем нужны какая у нас здесь этого судьба была объекта понимаете это доход администрации это не кому-то в карман идет это идет на благоустройство на развитие территории письменно вот вам сказали что через месяц будет отмена ребята чтобы не было ни у кого сомнений мы продолжаем свои письменные обращения до тех моментов ну чтобы вы понимали чтобы не говорили потом мы же встретились пообщались мы продолжаем в принципе у нас есть интерес чтобы должностные лица ответственные за то что они пользуются чужой собственностью понесли наказание потому что это это просто непостижимо что кто-то в администрации из людей которые должны обязаны знать законы прекраснее граждан они воспользовались нашей собственностью 3324? да, Романова Лесникова они воспользовались Романова Лесникова они продали его вы сами понимаете они сдали на 5 лет в аренду этот участок это не аренда все, 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 все решили ну вот сейчас ну вот сейчас коллеги давайте понимаете вопрос вот был сейчас его сняли правильно вы с людьми не считаете? что брака не считаете? я извиняюсь вот не я это делала на все наши вопросы услышали ответ всем спасибо если кому-то было не слышно есть записи мы их выложим в чат спасибо спасибо спасибо